Здравствуйте. Сегодня я бы хотел поставить вашему вниманию свой взгляд на развитие модели подготовки публичной отчетности георазведочных и горнодобывающих компаний. И развитие стало возможным в связи с прогрессом в цифровых технологиях. Но прежде чем перейти к основной теме, я бы все-таки поговорил о скандалах сначала. Вот здесь перечислены наиболее шумные скандалы, связанные с горнодобычей. Первый – это самая известная, наверное, фальшивая золотая шахта компании «Брэкс», по которой был снят художественный фильм «Золото». Компания официально заявляла об открытом месторождении с запасами более 200 миллионов функций, что позволило ей разместить акции на сумму почти в 5-4,5 миллиарда долларов на бирже Торонто. И в течение почти двух или трех лет успешно публиковать отчетность о своей деятельности. По факту оказалось, что запасы дутые, и компания благополучно обанкротилась с очень большим скандалом. Второй скандал связан с горнодобывающим гигантом Гленкор и его деятельностью по пропагандированию, точнее, антипропаганде альтернативных источников энергии и пропаганде угольных электростанций, которые работают на угле. Значит, пиар-компания активно проводилась, эта компания Гленкором в соцсетях, несмотря на то, что никаких особых законов он не нарушил, но был назван премьер-министром Австралии, где в основном проводилась компания, как позором нации. Ну и, значит, скандал связанный с компанией Рио Тинта и угольной шахтой Бенго, в которую было вложено тоже около почти 4 миллиардов долларов в итоге в связи с проблем с логистикой, рыночных проблем. Проект Рио Тинта продавал за 50 миллионов, что, опять же, не мешало публиковать отчетность о своей деятельности и привлекать деньги практически до конца инвесторов. И последнее уже, наверное, то, что случилось на страновом уровне, это контрабанда золота из стран Африки в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом скандале заявило агентство Reuters. Объем экспорта составлял миллиарды долларов. Золото, все поступавшее, было добыто, естественно, нелегально кустарным способом, частенько, часто с применением детского труда, ну уж никаких экологических нормах речь вообще не шла. Зачем я об этом всем говорю? Говорю это потому, что каждый из этих скандалов, он по-своему является свидетельством несовершенности системы подготовки к публичной отчетности, как она сейчас есть. Ну и свидетельством того, что для повышения доверия к отчетности какие-то изменения должны вноситься. Следующий слайд, он основан на работе, которую провела компания Pricewaterhouse. Это их демонстрация долгосрочных сценариев развития горнодобывающей индустрии, основанных на изменениях двух факторов. Первый это степень доверия, уровень доверия в отрасли. И второй это наличие, сдвиг в сторону либо традиционных, либо новых участников в отрасли. С схемой видно, из диаграммы видно, что два самых негативных сценария, в частности, трудности достижения результата, связанные с тем, что в отрасли теряется доверие. Власть остается в руках традиционных профессиональных горнодобытчиков. В результате теряется связка инвестор-компания горнодобывающая. В общем, практически идет к коллапсу. Второй относительно негативный сценарий – это неконтролируемые инновации, опять же, связанные с потерей, с падением уровня доверия. В отрасли приходят компании, которые больше ориентированы не на профессиональную деятельность, а на, говоря русским языком, на показуху, на социальное, на общественное направление. Начинают внедряться непрофессиональные инновации, что, в общем, тоже ведет к нех самым лучшим последствиям. Два позитивных сценария, они как раз связаны с высоким уровнем доверия. Первый из них – это консервативный рынок, на котором в основном работают профессиональные добытчики горнодобывающей компании. Рынок характеризуется в этом случае небольшими уровнями доходностями, соответственно, низким уровнем риска, в связи с тем, что необходимо поддерживать доверие без каких-то серьезных изменений, но и стабильностью. Ну и последний, тот, который Pricewaterhouse считает наиболее перспективным – это непосредственно трансформация отрасли, которая позволяет привлечь новые идеи, новые мозги, изменить инфраструктуру отрасли, чтобы иметь возможность сохранять высокий уровень доверия, несмотря на различные, может быть, более высокорискованные, более коммунистические операции. Еще раз подчеркну, что как доказательство того, что в отрасли необходимо сохранять высокий уровень доверия, я и привел эту диаграмму. Соответственно, очевидно, что отчетность нужно модернизировать, нужно улучшать, нужно поддерживать состояние в том состоянии, чтобы повышать ее надежность, но это не единственный путь, по которому стандарты публичной отчетности должны развиваться. Второй путь – это адаптация стандартов к изменениям в сообществе инвесторов. Изменения эти касаются в основном в увеличении доли частных инвесторов. Здесь вот несколько цифр. За последние пять лет, по данным Московской биржи, доля частных инвесторов на фондовом рынке выросла в 33 раза. По данным Pricewaterhouse, более половины всей сделок по слиянию и поглощению в горнодобывающей отрасли прошло также с участием частных инвесторов. Третий – это тот, что на слуху на сегодняшний момент периодически появляется, периодически пропадает, сейчас переживает второе рождение, это рынок цифровой. Его новый инструмент – это биржевое размещение цифровых валют, цифровых токенов, точнее, аналог IPO. Он стартовал в этом году, и вот за неполные два квартала объем этого рынка составил 907 миллионов долларов. Чтобы понять, чем, на мой взгляд, частный инвестор отличается от институционального, лучше всего его демонстрирует. Эта картинка, собственно говоря, чем отличается рабочее место институционального инвестора от рабочего места частного инвестора. К особенностям частного инвестора можно отнести… Ну, они проистекают все в основном из-за того, что, как правило, частный инвестор по сравнению с институциональным, во-первых, ограничен финансовых ресурсов, которые он может себе позволить потратить на профессиональную оценку того или иного проекта и поиск этого проекта. Ну, а во-вторых, что в среднем, конечно, частный инвестор обладает более низким уровнем профессиональных знаний, конкретно в горнодобывающей отрасли. Отсюда, как правило, наблюдается концентрация больше на методах сбора и оценки информации, а не на степени оценки компетентных лиц, которые отдельных участников этого процесса. Отсюда же проистекает ограниченная способность адаптироваться в различных условиях инвестирования. То есть, ну, понятно, что инвестору из России очень некомфортно, скажем, инвестировать где-нибудь в Южной Америке в связи с различными инфраструктурными ограничениями. Ну, отсюда, значит, из вот этой модели, поведенческой модели частного инвестора, проистекают те требования к подготовке публичной отчетности, которые накладывает наличие частных инвесторов среди инвестиционного сообщества. Ну, первое – это безопасность, то есть, информация должна собираться и храниться, обрабатываться способами, которые на методическом уровне исключают возможность манипуляции или ее искажения. Понятность, она должна представляться в различных формах, уровень подготовки частных инвесторов, он разный, и под одну к ребенку их не подведешь, поэтому проще, то есть, не то, что проще, а нужно информацию нести к инвестору, а не инвестора подтягивать до уровня информации. Доступность, то есть, она должна быть доступна постоянно, значит, и в течение всего срока жизни проекта. Ну, и многофакторность – это тоже важное требование, потому что на сегодняшний момент, как правило, проекты оцениваются именно с профессиональной точки зрения, но частный инвестор оценивает не только профессиональную сторону проекта, но и то, как проект выглядит в соцсетях, в различных других новостных площадках, то есть, много других аспектов проекта. На этом слайде я хочу рассказать, как выглядит традиционная модель подготовки публичной отчетности сейчас. То есть, во-первых, это дискретный процесс, который инициируется, соответственно, компанией, являющейся инициатором подготовки того или иного отчета, и источники для этой подготовки этой отчетности, их два – компания и то компетентное лицо, которое занимается подготовкой этой отчетности. Компания предоставляет информацию о своей деятельности, компетентное лицо, качество источника информации использует свои знания или делает для нас, как потребителей, или выборку той информации, которую она хотела бы использовать в своей работе. Затем информация обрабатывается, в данном случае компетентным лицом, и в результате обработки появляется, генерируется отчет, в частности, один из отчетов семейства Кривска. Для сравнения я привожу, не для сравнения точнее, а следующий слайд посвящен именно той эволюции, модели публичной отчетности, возможность которой нам дают использование цифровых технологий. Во-первых, это не дискретный процесс теперь уже, а непрерывный. То есть это процесс, который стартует с момента начала деятельности проекта, и информационный поток, который начинается одновременно с проектом и живет до его завершения, а иногда может быть и позже. То есть этот информационный проект, он непрерывный, в него на разных стадиях есть точки входа для внесения в этот информационный поток информации. То есть здесь источники информации может быть как компания, так и любые другие множественные внешние источники. Соответственно, обработка этой информации, она может проводиться как и традиционно компетентным лицом, так и автоматизированными модулями обработки, там анализ big data, интеллектуальные системы, анализы и так далее. Ну и, соответственно, генерация отчетов, она также в процессе жизни вот этого информационного потока может быть практически в бесконечном количестве. Ну вот для сравнения, это традиционная цифровая модель, то есть информационный поток, который генерирует модель в традиционной модели, он дискретный. То есть отчеты у нас готовятся раз в полгода или раз в год, публичная отчетность. В цифровой модели он непрерывный, то есть отчет может быть запрошен и получен в любой момент времени. Количество источников информации, которые используются для подготовки отчетов в традиционной модели, Оно ограничено, как правило, двумя. Это компания, которая предоставляет информацию и, соответственно, тот, кто ее обрабатывает и готовит сам отчет. В цифровой модели количество источников не ограничено. Количество модулей обработки информации в традиционной модели, опять же, в качестве этого модуля выступает компетентное лицо. В цифровой модели количество этих модулей фактически бесконечно. Количество форм представления информации в традиционной модели одна. Это один из выбранных стандартов семейства Кришска. В цифровой модели, опять же, не ограничено. Отчет может быть запрошен и представлен в любом виде. Ну и активный режим под этим подразумевается, насколько модель сама может генерировать какие-то управляющие сигналы для других автоматизированных систем управления. То есть, ну, для примера, там, это система управления разработкой карьера, типа PIT, RAM, Micromine, значит, или те же самые, на слуху являющиеся смарт-контракты, которые используются для инвестирования цифровой валюты. Они действуют по сигналам управляющим. Значит, цифровая модель такие управляющие сигналы может генерировать. Значит, ну и в заключении я приведу ту разработку, над чем, собственно говоря, работает сейчас наша группа. Это протокол KYMP, по аналогии с KYC, Know in Your Mining Project. Значит, это пример практической реализации цифровой модели. Значит, этот протокол, протокол управления данными, значит, он управляет, а, источниками информации, то есть, собирает данные о проекте с различных источников, как с компанией ручной, вот, с публичных баз данных, специализированного программного обеспечения торговых систем, новостных агрегаторов, соцсетей. Значит, он позволяет подключать к нему различные модули обработки по верификации, автоматизированной ручной обработке данных. Ну и, соответственно, генерирует отчеты в различных формах и вот эти те самые управляющие сигналы, которые позволяют использовать этот протокол для автоматических систем управления в деятельности горнодобывающих предприятий и в инвестиционной деятельности. Вот. Ну, на этом я достаточно короткое выступление свое завершаю. Спасибо за внимание. А у меня, Анатолий Михайлович, есть один вопрос. Там, где отчетность подсказанная, постоянная, а то, что мы, там, отчетная. Ну, еще раз, Анатолий Михайлович. Ну, предыдущий слайд, по-моему. Да. Нет? Интересно. Судя по этой графе, которая называется цифровая модель, то есть, собственно, как происходит обработка информации, количество источников и так далее, то есть, получается, что для руководства горной компании уже ничего не скрыть, все будет прям прозрачно-прозручно? А как же запас, там, я не знаю, еще... Ну, фактически, да. То есть, это в этом, собственно говоря, идея непрерывности потока, что непрерывным потоком данных значительно тяжелее манипулировать. То есть, вот те, ну, известные достаточно в инвестиционном мире способы манипулирования курсом акций путем, там, перемещения объемов или запасов из одного периода в другой, они уходят в небытие с применением цифровой модели, потому что, еще раз повторюсь, непрерывный поток манипулировать непрерывным потоком данных неизмеримо сложнее, чем дискретным. То есть, дискретно – это значит, что отчет вы готовите раз в год, в него включаете данные за, скажем, прошедший год, и причем вы сами решаете, какие данные туда включать, какие не включать. Значит, непрерывный поток вы его пополняете, там, ну, естественно, тоже с каким-то шагом дискретности, но значительно более меньшим, там, раз в неделю, раз в неделю. Ага. Да. Подожди. Раз в неделю. Спасибо. Все равно с каким-то шагом дискретности, но значительно более маленьким, поэтому, соответственно, манипулировать с этими данными труднее. То есть, вы уже не можете изменить то, что вы ввели, там, месяц назад или два месяца назад, как бы вам это ни хотелось. Ну, тогда предполагается, что внедрение вообще вот этого вот механизма, или методики публичной отчетности, оно, в общем, будет, не будет ласканно встречено, да, некой частью права общественности. Предполагается, как вы ожидаете? Ну, это, конечно, ожидается. Здесь, конечно, в первую очередь, скорее всего, движущей силой внедрения этого формата будут, конечно, инвестиционным сообществом, потому что для них это удобнее, для них это понятней. Ну, как частным инвесторам, так, кстати, и институциональным тоже, в принципе, легче отслеживать по этой модели проекта. Поэтому, естественно, что основной движущей силой будут и инвесторы, которые стоят, и в первую очередь, то есть, ну, публичная отчетность и делается для того, чтобы защищать интересы инвесторов, а не интересы компаний? Вот, правда, прямо по вопросу ты уже сразу ответил на ответ. Но у меня последний завершающий вопрос вопрос попросился. Все-таки вот эта вот схема, она на что больше ориентирована? На любые разведочные проекты или на добывающие? Ну, она лучше работает, и она больше плюсов дает инвесторным проектам, потому что инвесторный проект не может сразу с начала своей деятельности выдавать на гора те индикаторы стандартные, по которым как бы инвестор оценивает его инвестиционные привлекательные запасы, какой-то кэш-фор модель. Значит, но есть такой индикатор, как поток хороших новостей, которые, в принципе, на сегодняшний момент никак нигде не учитываются, но вот эта модель как раз по этой системе позволяет инвесторным проектам выглядеть достаточно неплохо. То есть практически все ваши действия, которые совершает инвесторный проект, они сразу становятся достаточно видны, и они генерируют тот самый поток хороших новостей, который повышает ценность проекта, пока у него еще нет стандартных каких-то методов оценки. Такой вопрос. Как я понимаю, это модель отчетности, которая предполагает какое-то внедрение на тех или иных площадках или на тех или иных предприятиях. Но какова вообще форма этого внедрения? Какой подход здесь осуществляется? Значит, подход здесь следующий. У нас на сегодняшний момент сделан так называемый фрейм, то есть это некая общая модель самого протокола. Это скорее больше техническая работа, то есть это прописанная, ну, то есть это техническая работа, связанная непосредственно с программным кодом, чтобы иметь возможность обрабатывать большое количество данных, иметь возможность общаться с большим количеством пользователей. А второе, это самое важное на самом деле, это внедрение, развертывание этого протокола непосредственно в стране, потому что для того, чтобы протокол работал, нужно прописать спецификации на все источники информации, которые могут быть там использованы. Также прописать возможные модули обработки, которые могут быть использованы для протокола в конкретной стране. Ну, чтобы было понятнее, то есть, заходя в страну, надо, а, понимать, существуют ли там какие-то открытые базы данных, к которым можно подключаться, существуют ли там какие-то цифровые источники новостные, значит, нужно выработать требования, непосредственно уже основываясь на законодательствах страны, в которой развертывается этот протокол, требования, которые будут накладываться на эти источники, потому что, в принципе, подключение к этому протоколу, оно открыто, но уже открыто технически. Но административным уровнем мы, конечно, считаем нужным его регламентировать, потому что, ну, чтобы это не превращалось в базар, да, как говорится. Вот. Вот разработка этих спецификаций, собственно говоря, это такая, ну, процентов 75 усилий, которые отнимает внедрение этого протокола. То есть там техническая часть не самая важная. И в идеале, ну, не то, что в идеале, в принципе, для того, чтобы этот протокол заработал действительно доверенно, и мы сейчас активно в этом направлении работаем, он должен, в общем-то, получить признание как бы экспертной организации Кривска, и, как минимум, должен быть рекомендован для использования. Протокол — это программное обеспечение какое-то или это алгоритм действий? Протокол — это, естественно, что это алгоритм действий, который сейчас положен на уже программный код. Да, это методы и способы подключения к различным вариантам источников, это методы и способы передачи данных, хранения этих данных. Забыл сказать, на самом деле, важная вещь, на самом деле, данные хранятся в распределенной базе, то есть то, что постановить называется блокчейн, отсюда, в общем-то, это достаточно так серьезно для... Ну, во-первых, это сложно достаточно для реализации, а во-вторых, это с точки зрения пользователя дополнительные гарантики ее стабильности системы и ее надежности. А так, это вообще протокол — это прописанный набор процедур по управлению потоком данных. Прописан вот так, с тем, чтобы его можно было использовать в первую очередь именно в горнодовающей промышленности. Продолжение следует...